Хадис может служить указанием на то, что все-таки не совершается Тахият-Уль-Мастит, приветствие мечети в Мусалли, то есть вот в этой праздничной Мусалли не совершается Тахият-Уль-Мастит. Если в мечети совершается намаз праздничный, да, тогда Тахият-Уль-Мастит совершают люди, но если это Мусалла, молельное место, где совершаются праздничные намазы, предназначенные для праздничных намазов, то там Тахият-Уль-Мастит не совершается. Спросили, это более правильное мнение, спросили шейх Мунбаза, рахима Аллаху Таля по этому вопросу, он сказал, Мусалла праздничная, там нет Тахият, нет приветствия мечети, Лейсалла хукмуль-Масаджид. Она, это моление праздничное, не имеет статуса мечети, поэтому для нее не совершается Тахият-Уль-Мастит, человек приходит и садится, тем более, говорит Шейх Мунбаз, что это время, в общем, какое после утреннего намаза, время запрещенное для каких-то дополнительных молитв. Мусалла, это не мечеть, да, говорит он, если намаз праздничный совершается в обычной мечети, то тогда, потому что бывает, что совершают намаз в мечети праздничные, то тогда установили Тахият-Уль-Мастит, даже если это запретное время, да, потому что порок Саусалим сказал, Когда кто-то из вас заходит в мечеть, то пусть не садится, пока не завершает два раката. Что касается праздничной Мусалли, которая бывает где-то на открытом пространстве, то она не имеет статус мечети, говорит Шейх Мунбаз, человек, если приходит, солнце еще не взошло, человек садится и все просто ждет. Пророк Саусалим говорит, он не совершал ни до, ни после праздничного намаза, намаз.